После зимних каникул американский конгресс вернулся к работе. Сегодня Сенат проголосует по вопросу продления на три месяца программы выплаты пособий по безработице и будет утверждать нового председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы. Как ожидается, Джанет Йеллен станет первой женщиной, возглавившей ФРС. Если ее кандидатуру поддержат законодатели, то уже 1 февраля 67-летняя Йеллен сменит Бена Бернанке на этом посту. Александр Панов продолжит тему. Неприятный новогодний подарок от собственного правительства получили миллион 300 тысяч американцев, те, кто потерял работу более полугода назад. Они потеряли еще и пособие по безработице. 28 декабря прошлого года вышел срок действия Федеральной программы экстренной компенсации безработным, принятой еще в 2008 году при президенте Буша. Демократы хотят уже сегодня исправить ситуацию. В нашей стране затяжная безработица, поэтому такой шаг поддержат и демократы, и республиканцы, и независимые. Сенатор говорит о рядовых избирателях. Его республиканские коллеги по палате как раз не поддерживают законопроект. Они в принципе не возражают против продления компенсации по безработице, но хотят увязать их с сокращениями федеральных расходов по другим программам. И заявляют, пусть сначала демократы изыщут средства. Если сенатор знает, за счет чего можно компенсировать выплаты размером в 26 миллиардов долларов, тогда он найдет заинтересованных собеседников в нашей партии. По этому вопросу не может быть никаких сделок. Людям просто надо помочь. Требуют демократы. Это временная мера. За предстоящие три месяца Конгресс должен принять всесторонний план, где найти деньги для пособия по безработице. Завтра в Белом доме Барак Обама встретится с группой безработных. 28 декабря они потеряли дотации, составлявшие в среднем 300 долларов в неделю. Сенаторы-республиканцы говорят, чтобы автоматически продлить выплаты, государству придется занимать еще больше денег у китайцев. Это не решение проблемы. Наиболее консервативные законодатели утверждают, что продлевать срок компенсации нельзя. Это негативно скажется на активности безработных в поиске новой работы. Нынешний законопроект выдвинут двумя сенаторами из штата Невада. Харри Ридом, он лидер демократа в Верхней Палате, и республиканцем Дином Хеллером. Безработица в Неваде составляет сейчас 9 процентов, на 2 процента выше, чем средний показатель по стране. Демократы готовы к тому, что сегодня не наберут необходимых 60 голосов при голосовании. Тогда этот вопрос будет снова поднят в Верхней Палате, заявил один из лидеров партии Чак Шумер. Если в первый день новой сессии республиканская партия не проголосует за продление выплат по безработице, введенных президентом Бушем, когда уровень безработицы в стране составлял 5,6 процента, этот шаг повредит республиканцам на выборах в Конгресс. Фактор предстоящих в этом году выборов полного состава Палаты представителей 35 сенаторов безусловно повлияет на принятие других важнейших законопроектов о финансировании работы правительства после 15 января, поднятии потолка государственного долга в конце февраля-начале марта, фермерского закона и будущего программы продовольственных талонов для малоимущих. Несмотря на бюджетный компромисс, достигнутый в конце прошлого года, в первые дни 2014-го обещают возобновление партийной войны на Капитолийском холме.